удаляем нашу отладочную функцию переходим в категории с model функцию get all main cuts with children и давайте посмотрим здесь результирующие массив с помощью нашей отладочной функции d сохраняемся переходим в браузер обновляем страницу вот такой вот массив у нас получается первым элементом массивом нулевым то есть мы получаем главную категорию и один ее parent один ее имя и получаем под массив children под массив children мы имеем тоже массив ассоциативный где у нас находится наша дочерняя категория телефона samsung телефона apple то же самое и для второй записи для главной категории планшеты у нас появляется еще один элемент массива children которым у нас уже три элемента ее под категории вот такой вот у нас дерево получилось давайте теперь посмотрим вспомним что у нас было без этих преобразований для этого просто-напросто закомментируем то что мы здесь создали да вот эти строки и у нас получится результат который был у нас предыдущем уроке сохраняемся приходим браузер эту страничку оставим создадим новую вкладку вот такой вот результат был у нас на прошлом уроке просто у нас были главные категории а теперь в главном в каждой из этих категорий у нас появился еще один дочерний или еще один элемент массива который содержит дочерние элементы вот children появились дальнейшем мы будем прокручивать вот этот главный массив и если будем находить children of будем вторым циклом прокручивать прокручивать детишек и выводить их на экран сейчас мы этим и займемся возвращаемся на бинс возвращаем наш код на место и удаляем отладочную функцию d сохраняемся теперь доработаем наш шаблон левого столбца открываем файл и left column tpl и доработаем вот этот вот for each переборку наших категорий сначала будет выводиться данная категория затем после этого мы допишем следующий код строкой 11 мы проверяем на существование с помощью функции и сет если вы помните вы должны помнить мы проходили функцию и сет точно такой же аналог функции есть и в смарте мы проверяем с помощью данной функции существует ли у нас элемент массива children если он существует то выполняется у нас вот этот код как работает конструкция и в смарте точно также фигурными скобочками мы открываем и без скобочек вот здесь вот пишем условия какое-то данном случае и сет функцию передаем параметры наш элемент массива которым мы хотим проверить на существование если он возвращает true мы попадаем сюда в противном случае мы выходим из этого блока и блок if должен заканчиваться вот таким вот закрытым тегом и скажем так если у нас главная категория children и существует то мы и точно также перебираем с помощью конструкции for each первым параметром мы передаем сам наш массив а этом children и данный массив у нас помещается в переменную то есть одна строка из этих children of перейдем firefox то есть при первом вхождении сюда мы получаем вот этот массив то есть мы передаем вот for each вот этот массив и там уже крутим при первой итерации мы получаем вот этот вот элемент массива он помещается у нас в этом child и при на втором шаге итерации мы по вот этот элемент массива второй также помещается в этом child и здесь мы его внутри обрабатываем рисуем два знака минусом то есть такой отступ небольшой далее создаем тег а а шрев решетка чтобы он никуда не переходил пока мы урлы для него не создали и значение будет item child name то есть вот этот вот на данном случае а этом child переменная будет иметь этот массив и соответственно обращаемся к элементу массива на им мы получаем телефона samsung вот сохраняемся переходим в браузер переходим на наш сайт маша . local и обновляем страницу смотрим что у нас получилось вот все хорошо отработала без единой ошибочки получили главную категорию получили ее дочерней категории получили домашнее задание напомню что домашнее задание выполнять необходимо для того чтобы лучше усвоить данный урок и также чтобы было проще усваивать следующие уроки и так домашнее задание почитать о смарте о конструкции if вспомнить for each из php почитать for each для смарте каким образом работает как мы передаем параметры далее файле категории с модель еще раз пройтись по нашим замечательным функциям разобраться как они работают поэкспериментировать ставите на отладочную функцию d с разным можно даже с параметром единичка вторым чтобы ничего здесь не у нас не падала просто вводился селект каждый раз ну и поэкспериментировать переносить этот селект печки мой админ смотреть что у нас получается то есть вы должны не просто повторить весь код за мной все манипуляции за мной и все урок видео урок закончился можно закрыть и пойти отдыхать нет поэкспериментируйте с данным кодом может быть как то его оптимизировать можно хотя лучше наверно не оптимизируйте пусть будет так как у меня оптимизировать будете потом по завершению чтобы у нас код не отличался чтобы было одинаков внимательно изучите код внимательно почитайте о функциях mysql query почитайте о функциях mysql фичи ассоц если вдруг они вам непонятны в принципе заучивать их не нужно 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 просто знать что вот есть в PHP такие функции которые выполняют вот такие вот действия также PHP есть не только mysql фичи ассоц а есть ряд функций которые начинаются вот именно так mysql фичи и так далее тоже полезно о них почитать мы практически и затрагивать не будем у нас все будет проходить через функцию create smart rs то есть мы вот абстрагируемся с помощью данной функции от вызовов вот таких вот функций вот ну что еще могу сказать друзья мои в принципе все код нужно прощупывать код нужно мучить испытывать что-то здесь в общем нужно с ним разбираться досконально когда вы будете на сто процентов у вас будет понимание как у вас весь механизм работает после этого вы можете приступать к следующему видео уроку если у вас какие-то пробелы остались лучше поизучать в принципе может даже получится так что пробел это они есть может быть что-то какая-то логика вам непонятно тоже отчаиваться не нужно можно переходить к следующим видео уроком и постепенно знания сами в голове уложатся и придут консенсусу и вы все поймете такое тоже случается вот принципе и все спасибо за внимание спасибо что досмотрели и дослушали меня всем пока всем пока и Субтитры подогнал «Симон»